Димаш Досанов родился 2 ноября 1981 года в Алма-Ате. Вскоре родители подарили ему младшего брата Рустама, родившегося в 1983 году. Малая родина бизнесмена славится богатой историей, культурой и живописным кольцом гор, окружающим город. От отца Габита Аймухановича, построившего впоследствии успешную предпринимательскую карьеру, Димаш унаследовал трудолюбие, целеустремленность и внутренний стержень. Дядя будущего политика Сабит Досанов, знаменитый писатель и драматург, внёший большой вклад в казахскую прозу. Будущий нефтяной олигарх получил качественное образование. Из Казахского национального университета имени Аль-Фараби он выпустился специалистом по международным отношениям. Димаш Габитович обучался также в новом экономическом университете имени Т. Рыскулова, специальность финансы и кредит. Но природная тяга к знаниям требовала новых высот, поэтому он поступил в Джорджтаунский университет в Вашингтоне, который окончил со степенью магистра в области бизнес-администрирования. Трудовая деятельность Досанова началась в 2002 году, когда он приступил к обязанностям менеджера по развитию бизнеса в администрации Медеусского района Алма-Аты. Спустя два года Димаша Габитовича пригласили в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан. Там он занял должность ведущего специалиста в отделе развития новых технологий. Впрочем, надолго на государственной службе Досанов не задержался, в том же году он устроился в Касму Найгас. Карьеру в компании он начинал с низов, работая на позиции специалиста, однако быстро добрался до кресла помощника генерального директора. В 2006 году Досанов получил пост заместителя директора департамента, на котором отвечал за крупные нефтегазовые проекты Касму Найгаза. На этой должности предприниматель проработал в течение четырех лет, после чего его карьера получила новый виток развития. В Норд Кэспиано по Эйтинг Кампани Димаш Габитович начинал заместителем генерального менеджера, но быстро занял пост главного руководителя. Следующим местом работы Досанова стало предприятие Казахстанско-Китайский трубопровод, где всего за четыре месяца он прошел путь от заместителя до гендиректора. В январе 2016 года нефтяной магнат вошел в состав правления Кастрансойла и приступил к обязанностям первого заместителя главы компании. Через семь месяцев Димаш Габитович занял пост председателя правления. В феврале 2017 года бизнесмен стал новым руководителем Федерации баскетбола Казахстана, сменив на посту Абая Алпамысова. В состав Совета директоров Каспийского трубопроводного консорциума Димаш Досанов вошел в мае 2018 года. Димаш Досанов никогда не стремился афишировать личную жизнь, однако известно, что она сложилась счастливо. Его женой стала дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия. Первая встреча будущих супругов, однако, не оставила друг о друге хорошего впечатления. У Досанова были серьезные предубеждения насчет Алии Назарбаевой, он воспринимал ее не иначе, как избалованную принцессу. Дочь экс-главы республики хоть и отметила внешнюю привлекательность нового знакомого, но посчитала его снобом. Впрочем, судьба предоставила Назарбаевой еще одну возможность приблизиться к Димашу. На этот раз молодые люди разговорились и понравились друг другу. В будущем супруге Алия Нурсултановну, пережившую два развода, привлекло то, что он не был похож на мужчин, которых она знала. Досанов свято чтил семейные традиции, уважал женщин, с почтением относился к старикам и обожал детей. В 2015 году Димаш Досанов стал мужем Алии Назарбаевой. В крепком браке родились двое детей. Их первенец Алдеяр родился в 2016 году. Спустя два года в семье произошло пополнение, Алия подарила супругу дочь, которую назвали Айланой. Социальные сети зятинов Султана Назарбаева обходят стороной, сейчас у него нет аккаунтов с фото в Инстаграме и Фейсбуке. Информации о росте бизнесмена в открытых источниках не содержит.